МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые умные, талантливые. Сегодня день детских изобретений. А чем трудятся воспитанники Ярославского кванториума, выяснила съемочная группа городского телеканала. В Ярославле половина десятого. В студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Расскажу о главном. Это прямой эфир из Вознесенских казарм. Итак, начну с титульной новости дня. Она пришла сегодня в 11. Из Белого дома новый состав регионального правительства сформированы. Две трети назначенных уроженцев Ярославской области. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатор Михаил Евраев представил свою команду. Остались в ней и те, кто работал ранее. Есть и совсем новые для регионалица. Наш корреспондент Александр Захаров с подробностями сейчас. Главный упор на профессионализм. Этим принципом кадровой политики руководствовался глава региона, когда формировал состав нового правительства. Об этом он заявил на внеочередном заседании. Также основной акцент сделан на кадры из Ярославской области. В руководстве региона и нескольких департаментов много знакомых ярославцам лиц. Большое значение продает тому, что много тех, кто работал в прежнем составе коллеги правительства. Особую упор, как я уже сказал, мы сделали на местных кадрах практически две трети назначенных руководителей. Это кадры из Ярославской области. Важно, что за всеми этими людьми есть конкретные результаты работы. Это, конечно, первый шаг в обновлении кадрового состава. Среди новых заместителей председателя правительства Лариса Андреева она сменила Анатолия Гулина. Лариса Викторовна почти 15 лет возглавляла региональный департамент труда и социальной поддержки населения. На новом посту будет отвечать за работу областного депздрава, образования, труда и социальной поддержки населения, управления по социальной и демографической политике. Говорит, ее первоочередная задача состоит в том, чтобы объединить ресурсы всех ведомств для более продуктивной работы в решении социальных вопросов. У нас будет обязательно стоять вопрос создания системы долговременного ухода, и многие регионы сегодня уже над этим работают. И там как раз на стыке двух ведомств выстраивается эта система. Это система соцзащиты и система здравоохранения. Они должны оказать услуги гражданину, человеку, для того, чтобы в трудной жизненной ситуации помочь ему максимально долго находиться дома. Еще одна Ярославна в правительстве Вера Даргель. Человек, хорошо известный в сфере молодежной политики региона. Теперь она будет курировать департамент государственной службы занятости, населения, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление государственной службой и кадровой политики. Поздравляю молодежь, потому что нам действительно нужны такие люди, которые будут помогать развиваться различным проектам в Ярославской области. Среди других наших землячек Надежда Биачина. Она возглавила департамент труда и социальной поддержки населения. Директором департамента экономики и стратегического планирования назначен коллега Биачина Дмитрий Аминов. Ведомством по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления будет руководить Евгений Чуркин. Его ярославцы знают по кураторству губернаторского проекта «Решаем вместе». Теперь предстоит реализация новой программы «Наш двор». Это реализация проекта по благоустройству дворовых и общественных территорий в очень короткое время, то есть до конца года. Мы должны реализовать более 200 проектов. Задача такая сложная. Конечно же, требуется нам в кулак в руку сжать и очень быстро с муниципальными образованиями решить все эти задачи и до конца года реализовать тот проект, на который в рейху губернатора добился дополнительного финансирования. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике возглавит Илья Тюрганов. Спортивное сообщество назначение восприняло позитивно. У нас на кону, значит, большие мероприятия. Во-первых, у нас состоится через месяц Кубок мира по фристайлу. Также идет подготовка к чемпионату мира по волейболу. Поэтому, конечно, сразу тут много будет проблем, которые надо будет решать. Но человек, он такой целеустремленный. И я думаю, что он справится с этими задачами. Положительные общественники отметили и назначение Галины Крохмаль. Она будет отвечать за туризм в регионе. Я считаю, что замечательно, что у нас во власть возвращаются ярославцы. Есть хороший фундамент. Именно в направлении туризма за последние два года заложено. Я считаю, что, я думаю, что и взаимодействие внутри, и как департамента с общественностью, так и департамента самого по себе, оно будет более качественным, более хорошо проработанным. Теперь о том, кто уходит. Помимо Анатолия Гулина, руководство области покидают исполняющие обязанности заместителя председателя правительства Роман Колесов и Екатерина Троицкая. Сменился и замгубернатора. На сектор внутренней политики назначен Андрей Калядин. Он пришел на место Андрея Шабалина, который уходит руководить представительством области при правительстве России. Новый специалист ранее руководил региональной политикой в управлении внутренней политикой администрации президента. Работал в Курской, Самарской и Воронежской областях. Три последних года руководил внутренней политикой Магаданской области в должности вице-губернатора. Теперь будет ею заниматься в нашем регионе. Люди хотят изменений сейчас. И ждут от нового губернатора, от нового правительства изменения, чтобы они были прямо сейчас. Вот этот промежуток времени между появлением первых и правительственной смертной документации и появлением результатов должна заполнять внутренняя политика. Рассказывая о том, что делается, рассказывая о том, как меняется жизнь, как она будет меняться, в какие сроки, кто ответственнее. Упор сделан на местные кадры и на профессионализм тех людей, которые пришли к нам в Ярославскую область. То есть мы наблюдаем и омолаживание состава правительства. Молодые люди уже себя показали и по работе, в том числе и в мэрии, имеют тоже богатый опыт. Руководить областным правительством будет Михаил Евраев. Он сам решил возглавить исполнительный орган. По словам Евраева, это поможет ему сохранять открытость, сконцентрировать усилия, быть постоянно погруженным во все процессы и их контроль. Александр Захаров, Михаил Орлов. Новости города. Теперь к другим информационным повесткам. В этом понедельник в Ярославле усиливают безопасность городских школ. Более четырех десятков учебных заведений оснащены всеми необходимыми устройствами. Об этом городскому телеканалу сегодня рассказали в Департаменте образования мэрии. В регионе продолжают оборудовать учреждения нужными инженерно-техническими средствами. Где-то еще не достают видеокамер, домофонов, турникетов. Последних, например, до недавнего времени не было в 88-й школе. Теперь, чтобы пройти в стены альмаматор, каждому ребенку выдали магнитный ключ, он открывает турникет и домофон у калитки. Ключ персональный. Система понимает, кто конкретно прошел в здание и автоматически оповещает родителей. Приходит родителям смс-сообщение о том, что и ребенок пришел или вышел из школы. Я считаю, это очень удобно. В силу того, что сейчас очень большая загруженность, на работе еще где-то, я могу контролировать ее. Она пришла из школы. То есть позвонила мне, что я пришла из школы. Я действительно вижу, что она пришла из школы, что она находится дома. Кроме того, у нас еще и въезд в школу тоже установлена. Там и камера, и на воротах они автоматически теперь срабатывают. То есть все управляется. То есть весь транспорт, который необходим для жизнеобеспечения учреждения, тоже так же фиксируется. По правилам школы должна быть обеспечена автоматическими воротами, домофонами и видеодомофонами, турникетами, системой оповещения об эвакуации, охраной сигнализацией. 88-я теперь оснащена полностью, отмельчает директор, как и еще половина школ города. Деньги на систему безопасности выделяют из областного и городского бюджетов. У нас, значит, во всех школах, в принципе, имеется система контроля учета доступом, в которой это система мероприятий, которая включается и видеодомофоны, и видеодомофоны, и видеокамеры. Вот. Что мы где-то дообеспечиваем. То есть если у нас по паспорту безопасности предусмотрены какие-то дополнительные оборудования, то мы, соответственно, дооборудуем это дело. Котельную в деревне Высокого Большесельского района обещают восстановить к 20 января. Об этом городскому телеканалу сегодня сообщили в местной администрации. Напомню, накануне ночью там случился крупный пожар. Два часа огонь тушили, пять единиц техники и 13 спасателей. Пострадали трое с ожогами, мужчины доставлены в больницу. Выгорели помещение на площади почти в 200 квадратов. 300 жителей, три соцобъекта без тепла. Утром запущен резервный котел на дровах для ликвидации аварийной ситуации. Из резервного фонда правительства области везли насосы, форсунки и другое необходимое оборудование и материалы. Идет восстановление работы, сгоревшего котла и ремонт помещений. Прокуратура Ярославской области проводит проверку. Ситуация поставлена исполняющим обязанности прокурора региона Дмитрием Чумаком на контроль. Госуслуги рассылают предупреждение о мошенниках. Злоумышленники разработали новую схему обмана жителей и пытаются заполучить доступ к аккаунтам на портале Госуслуги, чтобы узнать личные данные. Для их кражи мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи жертвы и вводят ее номер телефона, затем звонят владельцу аккаунта и просят назвать код. В разосланных сообщениях сотрудники Госуслуг советуют не называть никому код из СМС. Первый лифт заработал. Речь о подъемном устройстве, установленном в надземном переходе у московского вокзала Ярославля. Городской телеканал на прошлой неделе рассказывал, кабины перестали функционировать с начала января. Как пояснили в агентстве по муниципальному заказу ЖКХ, причина в недобросовестном подрядчике, который выиграл аукцион, но не смог запустить лифты. В связи с этим профильная организация приняла решение расторгнуть договор и вернуть прежнего подрядчика, обеспечившего работу устройств в 11 лет. Тепло в квартиры 41-го дома Покривого все же пришло. Об этом городскому телеканалу сегодня рассказали жильцы. Напомню, недавно ярославцы замерзали в собственных квадратных метрах. Чуть теплые батареи нагревали жилье максимум до 17 градусов, а в угловых комнатах до 14 аж. Хотя по Санпину норма от 20, мои коллеги выезжали на место и разбирались в проблеме. Тогда управляющая компания рассказала, вода в дом поступает под низким давлением, из-за этого тепло не доходит до крайних квартир. В свою очередь ресурсники заявили, проблема во внутридомовой системе идет разбалансировка, которую следует устранять именно управдому. К спору подключилась районная администрация. На трубах провели необходимые работы и тепло вернулось. Теперь жители намерены обратиться за перерасчетом. После последнего сюжета сразу у нас появилось тепло, все батареи прогрелись, было даже очень теплые батареи, можно сказать горячие. Было 23, очень комфортно было в квартире. А сейчас стало снижаться, вот с каждым днем все на градус меньше, меньше и меньше. Вот сейчас пока 21. Было совсем холодно, батареи вообще были холодные. Сейчас, конечно, чуть вот прибавили потеплее, но на улице еще потеплее. В России вступили в силу поправки к закону о потребительском кредите. Навязать заемщику ненужную слугу будет практически невозможно. Более прозрачной станет и система заключения договоров с банками для вкладчиков. Наступивший год несет новые законы и правила в части кредитования и вкладов. Подробнее в изменениях разберемся. Во вторник в программе «На повестке дня» в гостях мои коллеги Екатерина Сысоева и Евгений Ефремов, заместитель управляющего Ярославским отделением Банка России. Эфир в 19.20, ну естественно, на городском телеканале. В Ярославле готовятся к крещению. Для православных организуют пять официальных купелей там же, где и всегда. На Котрасле у Центрального пляжа, на Петропавловских прудах, на Волге у Толгского монастыря и Тверицком пляже, на Норе в Брагине. Сегодня сотрудники мэрии и все службы, которые обеспечивают безопасность во время крещенской купания, обследовали геолокацию. Марина Смарагдова вместе с инспекцией отправилась в Норское. Жители Дзержинского района традиционно принимают обряд крещения. Вот здесь, в устье реки Нора, между церковью Живоначальной Троицы и Успение Пресвятой Богородицы. И уже завтра в 10 часов начнется выпилка Иордани. А сегодня все растворилось в белом, как молоко снегу. Только цепочка следов показывает направление, где будет Иордань. Инспекция показала, что толщина ледового панциря 30 сантиметров. Толщина льда хорошая, соответствует всем нормам. Плотность льда хорошая, но сверху вода. Поэтому тут надо будет приложить немножко усилий, чтобы прихожанам было удобно добраться до места проведения обряда и вернуться в место, где они переодеваются. На льду в Волге появятся щиты, по которым верующие смогут безопасно пройти к купели. Сегодня все службы собрались, чтобы понять объем завтрашней работы. Это спасатели, медики, сотрудники администрации. Силами предприятия района у нас будет сделан спуск наиболее комфортный. Также будут переодевалки, которые будут у нас расположены непосредственно рядом с Иорданией. Большую палатку для обогрева обеспечивают военные. Вся площадка будет дополнительно освещена. Дороги расчищены от снега, которые сегодня сыплятся неустанно. А местные жители уже в предвкушении праздника. Тоже проверяют лед. Мы здесь живем, да, рядом. Нам пройтись, а тут недалеко сюда приходим. Здесь каждый год в Иордань приходим, окунуваемся, принимаем участие. Очень нравится, очень нравится. Зовем друзей постоянно к нам сюда. В этом году хотим детей первый раз. Но вот еще не знаю, получится. Летом подготавливали. Летом на источники ездим. Впереди Крещенский сочельник. Время особенной подготовки к празднику. Не только организационной, но и духовной. Марина Смарадова, Денис Кауров, Новости города. Сегодня день детских изобретений. Колыбель технического творчества школьников Ярославлик в Анториум. Здесь юные инженеры и программисты не только получают дополнительное образование, но и создают сайты, приборы и технику, которые могут быть использованы на реальных предприятиях. Екатерина Сысоева познакомилась с будущими Эдисонами, Бенцами и Нобелями. Алексей Чиняков конструированием увлекался с детства. Сначала это были детские игрушки, а теперь конвейер, который может стать частью производства шоколадной фабрики. Вместе со своим напарником школьник пытается автоматизировать упаковку сладких плиток. Нам прислали целый пакет шоколадок в упаковках этих. То есть там были такие коробочки. Мы их, соответственно, приспособили кое-как, потому что у нас модель эта. То есть собрали модель, опытный образец, которая должна была их упаковывать. Соответственно, мы решили здесь все основные задачи. Пакет шоколадок быстро съели, а для прибора изготовили пластиковый образец. По словам юных изобретателей, работы еще много. Конвейер на фабрике должен быть гораздо больше и сложнее мини-версии. А вот в соседнем кабинете все изобретения на экранах. 3D-тур по предприятию. Сейчас его можно посмотреть на официальном сайте завода. Дизайн комнаты в VR-очках. Выглядит как игра, а на деле помогает наглядно обустроить помещение. Еще одна команда школьников создала сайт с 3D-моделями объектов культурного наследия и подробной справкой о достопримечательностях. Интересное развлечение для любителей истории – полезный инструмент для профессионалов. Данный проект имеет достаточно большое значение для реставраторов. То есть по фотографиям, которые есть на сайте, и по самим 3D-моделям можно понять все изъяны конструкции. В общем, не выезжая на объект, можно понять, что необходимо для его реставрации. Пока готовы 10 моделей. Список планируют значительно расширить и сделать сайт удобнее. Все техническое оснащение для этого есть в Кванториуме. Площадка позволила более тысячи школьникам бесплатно учиться на современном оборудовании. Причем большинство ребят хотят связать свою жизнь с техническими специальностями. Мы здесь много чего придумываем, много чего проектируем. Начинаем работать в каких-то программах, например, Fusion, Inventor, Corel и так далее. И мне это очень сильно помогает, потому что в будущее мне не будет так сложно. Ребята пробуют сами практическим путем это все сделать. Зачастую ребята сами ищут информацию, но, конечно же, это все происходит при поддержке педагогов. Педагоги направляют их все-таки в правильное русло для того, чтобы их проект был выполнен. Самое главное, по мнению педагогов, что результаты трудов школьников не уходят в стол, а используются в реальной жизни. Пока за недолгое время существования площадки таких проектов два. Но число еще обязательно вырастет, уверены в департаменте образования. На первых порах очень активно были предприятия Рыбинска. Не случайно, потому что именно там создавался первый наш кванториум. Но сейчас интерес предприятий нашего региона к этим двум нашим учреждениям огромен. Порой дети со свойственной им непосредственностью и верой в собственные силы находят решение очень сложных задач, над которыми бьются многие уважаемые и ученые, и инженеры. В этом году специалисты кванториума планируют более плотно наладить взаимодействие с предприятиями, чтобы разнообразить кейсы. А в департаменте образования заверили, что подобные площадки дополнительного обучения для юных изобретателей будут появляться по всей области. Екатерина Сысоева, Игорь Мосин. Новости города. Время спортивной части выпуска. В ней о пулевой стрельбе из пневматического оружия, футболе, хоккея, волейболе. Много его. Акция в гипермаркете «Маяк». Майонез «Ряба» «Провансаль» 630 граммов 73,50. Сыр «Гауда» 45% жирности 1 килограмм 450,50. Гипермаркет «Маяк». Московский проспект 120. Здание бывшего ярла де сервис. Анастасия Галашина завоевала две медали. Серебряный призер летних Олимпийских игр в Токио пополнила копилку двумя наградами на соревнованиях Международной Федерации спортивной стрельбы International Sport Shooting Federation гран-при по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Турнир прошел в Словении. Собрал представителей 13 стран. Анастасия заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди женских команд. А также получила серебро в паре с Владимиром Масленниковым из Ямало-Ненецкого автономного округа. Ярославскому клубу «Шинник-65» юбилей отметили товарищескими матчами. Играли в мини-футбол «Фоке». На поле встретились 8 команд-партнеров клуба. Соревнования дали старт празднованиям, которые растянутся на год. В планах целая серия мероприятий разной направленности, а спортивных игр до выставок. В конце марта, например, в Музее истории города можно будет увидеть экспозицию, посвященную «Шиннику». Ближе к лету хотят организовать товарищеский матч «Звезд», а в июне большой городской праздник. На протяжении всего года будут проводиться мероприятия, которые мы все будем показывать, анонсировать, что это мероприятие направлено как раз на празднование 65-летия. Поэтому и решили сделать много мероприятий, то есть ряд мероприятий, показать, как функционирует клуб на протяжении всего года. Локар разгромил Ска-Варягов. В повторном матче встреча на льду культурной столице закончилась со счетом 9-1. Лучшими игроками признаны Егор Горшков и Даниил Бут, оформившие дубли, и Тимур Ахунов. Отмечу, накануне ярославцы тоже обыграли соперника с большим отрывом 13-3. Следующий выездной подопечный Александр Ардашева проведут в четверг в Мэтищах против Атланта. Лока-76 добился максимального результата в Альметьевске. Оба матча с местным спутником остались за ярославцами. В сегодняшней встрече подопечные Константина Касаткина забили 5 шайб. Трижды отличился Михаил Куркин. Соперник смог ответить лишь двумя голами. Отмечу, накануне команда Лока-76 обыграла хозяев льда со счетом 3-2. Следующий выездной в пятницу против Тольяттинской Ладьи. Ярославич тоже одержал победу двойную в Грозном. Обе встречи с одноименным волейбольным клубом наши завершили в сухую, отдали в соперников каждой из трех партий. Сейчас в турнирной таблице Ярославич занимает шестую строчку. Следующие матчи в рамках 14-го тура чемпионат России по волейболу среди команд высшей лиги А наш клуб проведет выходные с петербургским автомобилистом на домашней площадке. В Южно-Сахалинске продолжают бороться с последствиями непогоды. Расчищать сугробы в человеческий рост аж там не успевают. Продлено дистанционное обучение для школьников. В Москве сегодня, как говорят синоптики, самый теплый день недели. Столбики термометров поднимались выше нуля. Но к среде заметно похолодает. По ночам морозы до минус 10. Кроме того, снег, метель, гололедица. А что в Ярославле с погодой во вторник, в эфир новостей с ответом выходит моя коллега Алена Груздева. В студии Алена Груздева здравствуйте. Почти весь день во вторник в Ярославле будет пасмурно. Ночью и утром снег, ближе к полудню он должен закончиться. Подробности далее. Во вторник ночью в Ярославле облачно снег, температура минус 5 градусов. Ветер западный метр в секунду, влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Во вторник днем в Ярославле облачно без осадков, температура минус 3 градуса. Ветер северный 5 метров в секунду, влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Внимание! Новогодняя акция от застройщика. На все двухкомнатные квартиры шестого строения в квартал парке Светлояр. Дарим скидку 100 тысяч рублей. Торопитесь! 28 88 00. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. Увидимся завтра. Впереди на городском телеканале фильм «Сломанные цветы». У главного героя, предстоялого Дон Джоана, обнаруживается сын, которому уже 19. Неожиданную новость открывает в письме его мать. Правда, послание без подписи. Сын ушел из дома и ищет встречи с отцом. Так что теперь мужчине предстоит теряться в догадках и перебирать бывших подружек. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv, в пабликах, во ВКонтакте, в Фейсбуке и Инстаграме. В студии работал Илья Барабанов. Спасибо за внимание. Хорошего вечера. И не забудьте, пожалуйста, включить телевизор завтра в это же время. Следите за новостями вместе с нами. Пусть будет больше приятных. Ну а в 10 утра жду вас в прайме на Хит-ФМ. Вкусного будет много. Счастливо!